всем привет друзья сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала каргас называется это полная смута давайте быстрее смотреть лайк коментарий для развития так а вас друзья мы попрошу проделать те же самые не полет со мной комментарии напишите мне лайк поставьте мне я буду начинать это было бы круто если достучались до государственных чиновников которые выделяли деньги на это не те кто выделял а для надзорных ведомств чтобы их перепроверили этих риск куда деньги пошли поэтому критиков но с учетом того что так чё у смуты много критиков много критиков но с учетом того что наших игр сейчас выходит мало а каждый россиянин заплатил за эту игру из налогов всего лишь 64 копейки и я бы сказал что критиков смуты недостаточно много их нужно больше узнайте этих разрабов и не важно сколько стоило смута 490 миллионов или 1 миллиард важно что 490 миллионов им даже последний грант на 20 миллионов обрезали ну не стоит переживать и разработчика свои 490 миллионов они уже заработали правда еще до выпуска игры бедность это временная и мы богаты тем что мы имеем друг друга вопрос был ли у студии соберия нова отдельный бюджета рекламу глава студия алексей фиромирович отвечает четко алексей фиромирович сын его фиромирович с ума сошел кто не помнит вам такая история был пипец не тратили ни копейки ведь всеми известный факт что за эксклюзивность века плей никакие деньги не даются и вообще игра стала эксклюзивом века плей исключительно потому что на других площадках наших геймеров ущемляют а мы тут делаем игру только для наших на сериона правда это немного не складывается с их постом об открытии предзаказов за рубежом а ты не думай и вообще всех настолько вдохновил подход сайберя нова что люди и женщины начали продать люди и женщины как смуту исключительно за бесплатно очень красиво очень красиво и красиво а я видел про это мадам не помню как это ну какая-то популярная слими что говорят я типа на у нее все что вы только красиво на про кеймплей ничего не сказала про какие-то косяки не очень красиво красиво а здесь графика здесь отражение здесь это красиво красиво да очень красиво очень красиво красиво я же умная девочка он да конечно спорит почаще я не хочу я без претензий я ее не знаю я ее не знаю просто дурачу ссылки оставляют лишь бы помочь разработчикам и все главное все я хардплей уже рассказывал про это как бы к нему кто не относился ну дядя лёша в этом плане молодец он сказал мне ничего не заплатили хотя мне город большую сумму предлагали я смотрел стримчатки вот так чуть-чуть начался смотреть не осилил просто и время не было так все рабочке сказали что вас никто не заставляет покупать смуту конечно идите у вас тут никто не держит и вот этот ответ очень классно вас не стоят покупает авардери стрелка но делает кроме меня и зачем открытеть смуту конечно идите у вас тут никто не держит а конечно идите в основе кто не держит Кроме меня, Собиринова. И зачем вообще сравнивать смуту и ведьмака? Это вопрос к разработчикам. Зачем вы это постоянно делаете? Мы и не ругаем, а отвечаем. Кто, как в ведьмаке, боевку мы делать не будем. Что, как в ведьмаке? Ага. Боевка в ведьмаке чудовищная. Точно. Такой точно не будет. Да, сюжет в ведьмаке отличный. Боевка чудовищная. Над сюжетом и диалогами. У нас трудятся опытные специалисты по нарративу. Надеемся, что сюжет вам понравится. Я беру мимо с рук не маня. Делайте или не делайте. И кто это сказал? Я этого не говорил. Здравствуй, дурка баблока. И Собиринова, с чем только не сравнивали смуту. Предлагаю свое сравнение. Baldur's Gate 3. И там, и там цена на игру 2000... ...рублей. Правда, и тут я буду не вполне объективен. Смута стоит 2015... Да, на 16 рублей больше. ...рублей. Откуда взялись эти сакральные 15 рублей? Ну, Ведьмак 3 вышел в 2015 году. Ведьмак 3 не является для нас референсным продуктом. Ну, я по-другому сказал бы, если игра делала за счет государства... ...средства эти были безвозвратные... ...что вот на деньги берете игру? Я просто не решаю, как это вообще законно, это нет? Как это вот, как это работает? Вам дали деньги вот на игру на эту... Вы без... ...безвразвратные? Или почему вы деньги за нее берете, если вы с налога... Я вот это че-то... Че-то я вот сейчас не понял. И псих. Кто же такие? Хотя, с другой стороны, она, может быть, и сделана была с целью, чтобы... ...наигрывая... Ладно, все, промолчу, лучше не буду. ...сайберия нова и как они получили деньги? А тут все просто. Это одна из топовых студий разработчиков... ...картинок для браузерных игр. Что-то здесь нечисто. Ну, тут сразу видно, что это опытные разработчики, способные выпустить игру на всех современных консолях, ПК и даже на Nintendo Switch. Nintendo. Это реально? Это реально? Есть, конечно, среди Сайберия нова реально опытные люди. Один работал над веселой фер... ...а второй над Элодами. Алоды. Блин, старая игра, я на телефоне еще играл в ней, помню. И тут про их опытность. Ну, вот на телефоне, кстати, коротенькая жалко была Алоды. Ну, интересно, вот сюжет классный. Ну, коротенько, это все. Миссии 5, по-моему, или 6 была. К сожалению, последние недели мне приходилось очень тщательно... ...изучать смуту. Ведь деньги мне уже не вернут. Что делать, если клиент хочет вернуть деньги за товар? Всего в черный список, спрятать деньги под подушкой, чтобы их никто не забрал. Изначально я даже хотел найти что-то для каждого, кто не хотел и не хочет покупать эту игру. Чтобы они и дальше не хотели и не покупали эту игру. Но пройти смуту для геймеров оказалось самую малость почти невозможно. Спасибо, что выбрали компанию Сайберия нова. Вы могли выбрать другую компанию, но, похоже, сделали неправильный выбор. Основная проблема в том, как Сайберия нова подбирала рекомендованные системные требования. Ведь для них слово рекомендованное, это когда игра работает в 2к и 60 фпс. Поэтому для таких требований нужно было оптимизировать подходящее железо для народной игры. Надо было и железо оптимизировать. Не очень. Это вообще как у всех. Это что такое? Ну подумаешь, у Алан Вейка 2 рекомендации ниже. А для стабильной работы смуты на 30-80 нужно в каждой локации менять графику. Разработчикам смуты виднее, на чём мы должны играть. А Жук в том тоже был, что ли? ...играть в игры. Разработчикам и тем, кто берёт у них интервью. Да, такие требования становятся нормой для игр. Вы сейчас в своём уме или нет? Женщина! На минимальные рекомендации можно вообще не смотреть. Ну всё, Рида, смута может запуститься на GTX 980. Ставишь? А, 980, слабенько. Всё, на минимум, тени на минимум, текстуры на минимум. Я не хочу умирать. Но даже владельцам 4090 будет тяжело пройти смуту, ведь она может в любой момент просто сломаться. Багов у него не было, я бы так его хотел помацать, потрогать, вот так прям пожмакать. Поэтому лично мне приходилось сохраняться каждые 30 минут и на 200-ом сохранении игра просто перестала их загружать. Сильно, блин. Вы не против, я тут у вас прилягу? И в каждой ситуации нужно искать плюсы. Мой плюс был в том, что ещё за хранение папки с игрой я узнал, что, во-первых, все нарисованные катсцены не закодированные, а просто mp4 файлы в 1080p. Поэтому, если у вас 2к-монитор. Ну заплачь. А во-вторых. А, ну заплачь, да. Все анимации лиц в игре сделаны через плагин, автоматически генерирующий анимации по голосу. Собственно, поэтому в 10-секундных катсценах, которые делали вручную, анимации лиц просто ужасны. А в самой игре... Господи, помилуй! Единственное, за что я могу похвалить смуту, это за графику. Отличный движок сделали Эпигеймс. Ну графика-то, ё-моё, Эпигеймс, да, это даже не один делай. Теперь каждый васён может... За графикой вообще, я хрен за это можно, я уже говорил много раз, что... Что это, это странно, чтобы вот, ну... В нынешнее-то время, графика, она вообще, это, не показатель, я считаю. Нужно купить ассетов за пару сотен баксов, добавить готовых плагинов и продать это под видом игры. А почему я ГОК тогда? Ну это долгая история. Хотя, по словам разработчиков, никакие ассеты они не использовали. Ведь Руси нет в ассетах. И тут они правы, Руси нет. А вот животные дили... Да-да, животные, лес... Ревья, эффекты и почти всё, из чего состоит игра, есть. И всё готово, купили, суки. Что тут своё? А потому что я уже говорил, да, могли же там что-то, да, помню, что какой-то был, я не помню, или у деда был, или у... Как его? Или у Булджать. Про это вот обсуждали, и... Я говорил, что там, вот, могли бы на аутсорсе кого-нибудь другого заказать. Дизайн-проект. Чья? Китайская. Китайская. Ну? Начни чего своего. Зато костюм этого боярина они сами создали на все 490 миллионов. Детейл. Капри пенс. Амейзинг. И это всё он дизайн. И мне, правда, искренне хочется... Программировать. ...то верить, что были те, кто старались над этой игрой. Вот, например, Бетти, селянка доила корову в землю. На релизе подставили ведро. Правда, теперь она засунула голову в корову. Но времена тогда такие были смутные. Смутные, да? Что у тебя с этой коровой? Эта корова, она еле живая. Да и невидимых стен Бетти было на каждом шагу. А сейчас хоть направо иди, хоть налево. Хоть посреди леса поверни в случайный угол. Везде стены будут. А что я сделаю? Ну и всё. На этом фоне даже баги кажутся чем-то незначительным. Скорее просто оскорблением за два косаря. За такое деньги, паня, надо, типа, сделанная работа, и это потом продаётся. Да и вообще это всё не баги, а древнерусские летописи. Пропал топор. Древле на русском. Молоток, молоток. Силовили рыб, лечак. А славяне были настолько развиты, что тренировались без оружия. При этом ментальной силой создавали звуки оружия. Славянская магия. А вот разбирая сюжет, мне пришлось создать небольшой список претензий. И начало в смуте практически лучшая часть игры. Ведь это начало РДР 2. Ну, как минимум здесь всё, на что хватило таланта Сайберии. Что делать, если ты тупой? Ну, не будем столь критичны к смуте. Мало ли за это ещё сажать начнут. Чё, чё, чё? Пой. Ну, не будем... Очень жалко, мне работать с крытой, хотя обещали. Ага, похождение игры невозможно. Столь критичны к... Плюсы хорошие. Укружение сетов просто какое-то недоумение какое-то, которое не должно было выходить. Это не игра, а какая-то пародия. Попытка сделать что-то. Но по итогу являющаяся тупо неыграбельным куском программного кода. К смуте. Мало ли за это ещё... Слушайте, это не кель был? Что делать, если ты тупой? Ну, не будем столь критичны к смуте. А, аватарк на кель похоже. Мало ли за... В Госдуме увидели в критике российской игры смута заказа... Идиоты, блин. Увидели, аня... Это ещё сажать начнут. Лучше... Чуть-чуть обижен... Извините ещё раз. Ну, не будем столь критичны к смуте. Мало ли за это ещё сажать начнут. Обиженные релаканты и инагенты вооружились лупой. В общественной палате высказали ситуацию. Ой-ой-ой. Занесли, наверное, кому-то. Лучше молча насладимся прекрасными снежными ассетами. Если бы, правда, ещё кто-то постоянно не орал. Ух, нет, серьёзно, этот крик даже в меню. На помощь Юрия звал казачок Кирша. И для многих он будет лучшим персонажем в этой игре. Пока не начнёт выдавать одинаковые квесты на 4 часа. Ну, а сейчас он поможет справиться с тремя поляками. И так как это историческая игра, созданная по художественной книге с вымышленной историей... Причины почему... Чего-чего? Так как это историческая игра, созданная по художественной книге с вымышленной... А по художественной книге с вымышленной историей. Причины, почему мне понравился Юрий, вполне исторические. А ты откуда? Я из России. И какого хрена ты делаешь у нас на районе? Придя в родную деревню, Юрий получил от своего приёмного отца задание... Отправиться в Нижний Новгород и шпионить за местным княжем, который собирает войско, чтобы отбить Москву у поляков. Дело это, конечно, сомнительное, но боярин знает свой подход к общению с Юрием. Я королевичу целовал, и ты целуй. Эх, отец бы тобой гордился. Ой, я забыл. У тебя ведь нет родителей. Возможно, такая преданность Юрия обусловлена его желанием оседлать сводную сестру Настеньку. Ведь та уже сама намекает, как может. Найдём тебе самого толкового на Руси. Ступай уже, Юра. Имбецил. Если про... Да ты имбецил. В двух локациях самое интересное, что было, это рандомные анимации нашего наставника по фехтованию. То вот с Нижним Новгородом реально постарались. В одном месте можно найти мужика, разговаривающего с котами. Кот интерес, хоть отвечал ему? Другом сущих детей. А у этого вояки, видимо, настолько горячая шпага, что... Другой мужик греет об неё руки. Вот прям каждый занят каким-то делом. Ты чё за мордой? Рассенган там крутит или местную оппозицию развивает? Я хочу, чтоб Мадара стал Хакаги. И нет, здесь все вовсе не сумасшедшие. Я бы посмотрел, как вы себя вели, если бы на вас светило квадратное солнце. Ну да, да, был такой. И всё было хорошо, пока не началась самая спорная часть сюжета. Заложим жён и детей наших. Кто-то, конечно, скажет, что в те времена так и было. На что я отвечу? А чё ж вы тогда эти фразы убрали с театральной версии смуты? А если и этого мало, продадим все имущества. Вот всё, что я имею. А если мало и этого, продадим всё имущество. Заложим жён и детей наших. Вот. Всё, что... Я не понял, чё за театральная версия? Чё, тебе постановка какую делали? Чё, сценку? И чё я имею? Что я имею? Какой нехороший. Чтобы войти в круг общения князя Пожарского и вступить в его войско, Юрий выполнил незначительную просьбу местного главы стрельцов. Нужно всего лишь разобраться с немцами. И к немцам усмуты какие-то слишком гейские отношения. С учётом того, что в Германии в те годы всё ещё действовала такая незначительная вещь, как... Святая Инквизиция. Девки у вас там, не девки вовсе. Мужики переодеты. Это район для геев. И тебе тут не место. Я пришёл сюда специально. Убивать их хоть и не просили, но Юрий сумел выкрутиться. Как же так случилось-то? Как же так кто это сделал? Эти геи хотят меня убить. И то верно. Далее Юрца отправляют познакомиться с Семёном правой рукой князя. Но прежде просят попутно отнести письмо иностранцу, которым оказалось... Женщину. Сомнительно, конечно, почему у Юрия вдруг резко задымилась на какую-то... Резко задымилась. Которая появилась на одну минуту. И при этом он полностью игнорирует Настеньку. С другой стороны, Настя это... Семья. Судный братик, я застряла. А Ирена для Юрия... Это соска. Семёну показала... Сомнительным, что какой-то случайный боярин хочет закорешиться с ним и князем. Поэтому заставляет Юрия выполнить парочку поручений, суть которых... Собирать полтора часа налоги от имени церкви. Это духовная скрепа. Благо, у Юрия нет каких-то моральных принципов. Благо, нет. Хорошо. Слава Богу, атеист. И он настолько понравился Семёну, что те даже вместе вышли на охоту. И вот в какой ещё игре вам дадут возможность нормально по-мужски посидеть с русским медведем? Видишь сыгру? И я не вижу. Меня же в этой миссии смутило даже не то, что на нас напали волки в кацене, а потом просто телепортировали. А то, что... Крови на тебя больно много. Не хочу сыпать соль на раны. Ну где раны? Заслужив респект... Симена. Он отправляет Юрия князю, чтобы теперь заслужить его респект. Дело это сложное. Как всегда придётся убить парочку немцев. Ну или я как-то неправильно понял его намёки. Ты горяч скажу. Цаблю доставать. Зачем меня за пенистром? У нас тут так принято. А далее Юрия ждали очень увлекательные квесты от князя по сбору налогов. Ведь почему... Опять налоги, что ли? Почему-то в этой игре только Юрий может собирать налоги. Мы люди должны сказать спасибо. После проделанной работы игра отправляет нас навестить Симёна. Но моё внимание привлёк его сын. Не мне, конечно, судить, но обычно при виде таких детей есть только одно адекватное решение. Прямо перед тобой будет детдом. Будь заран. Малой рассказал нам сказку о зарытом сокровище в местной волчьей пещере. И внезапно там действительно было сокровище. А ещё медведь. Убегаю от медведя. И эта находка помогла ещё сильнее сблизить дружбу с Симёном. Два петуха. Даже князь поручил Юрию что-то похожее на настоящее задание. Поговорить с десятком персонажей, чтобы вычислить базу польских шпионов, о которой в итоге знал только отец Серафим. Наверное, потому что... Это Господь и... Прикольно, кстати, нарезка. Это Господь, Господь, Иисус Христос, Христос, да? С самым интеллектом шпионов поработали. На камне они реагируют чуть лучше, чем в Человеке-пауке 2. А то, что они Юрия впритык не замечают, так главный герой не камень. За проделанную работу князь отпускает Юрия отдохнуть домой. И это уже вторая попытка Настеньки безуспешно намекнуть Юрию. Думай, рассуждай, шевели мозгами-то. И после небольшого перерыва сюжет переносится в Ярославль. Но как сюжет? С этого момента Юрий буквально делает абсолютно все, что по идее должен делать кто угодно, кроме Юрия. Ладно еще казаков помирить, так уж и быть предателей вычислить. Допустим, уклонистов найти тоже наша задача. На кой хрен Юрий даже за хлеб для армии князя договаривается? А почему я... А не О? Я, а не я? Выдает задания, или Семен, но на худой конец. Но в смуте даже дети заставляют Юрия заниматься... Побочными сюжетными заданиями. Ты моя сучка, я тут царь и бог. Иногда, конечно, Юра и сам... Пить, убить. ...проявляют инициативу. Ведь когда наш учитель появился из ниоткуда и предложил украсть важные военные письма у гонца, Юрий задумался. Поговорил с гонцом, вошел в его положение. Ведь мужик честный и отказывается даже взятки брать. Поэтому абсолютно невинного человека Юрий просто убил. Какой из меня убийца? Ты что? По итогу, от необдуманных действий главного героя, князь потерял часть своего войска. Но так как сам князь не знает, почему его люди сбунтовались, Юрий уже придумал удобную отмазку. А почему так получилось, мы особо и не поняли. Мне кажется, ты пиздец. Юрию в целом бывает, что там вокруг него происходит. Даже когда во время разговора его атакуют волки. Правда, если это не касается Ирены. Я нашел свою цель. И я буду за нее биться. За мечту. За сись. И в этот раз появившаяся из ниоткуда женщина просит, ну так по мелочи, в очередной раз похитить у кого-то важные письма. Да, а потом их принести ей и принести обратно эти письма. Ведь после прошлого раза ничего плохого не случилось же. Тебе думать еще рано. И впредь делай все, как я скажу. Я передам госпоже, какой ты верный и старательный. Гав-гав. За проделанную работу и дополнительное спасение Ирены от поляков. При том, что как внезапно оказалось, Ирена тоже полячка. И Юрию, конечно же, даже спасибо не сказали. И она... Наша полячка. Как нас спасибо скажет? Просто свалила. Еще и заявила, что мы сами хотели ей помочь. Помоги мне, Юра, до большой дороги добраться. Юрда решил защитить несчастную бедную пастушку. Запахло каким-то кидаловым. После небольшой разлуки Юрий снова встретился с Семеном. И даже гостинцев для его семьи привез. Жене бусы, а сыну пистолет и одну пулю. Сделай это. Давай, 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 сделай это, сделай. Но не время сейчас для этого. Ведь князь собирает все свое войско для похода на Москву против поляков. Но записался в войске предатель, покусившийся на жизнь князя. И к несчастью, вместо князя он убил Семена. Семен! Где раны, Семен, где раны? Оказалось, что все это время предателем, затеявшим смуту против князя был названный отец Юрия. Из-за чего Юрий впал в 10-секундную депрессию в нарисованной кат-сцене. Если тебя захлестнули твои чувства, быстро их расхлестся в себя схлёпал. Благо князь понимает, что Юрий не виноват. Князь вообще мудрый мужик, много умных вещей говорит. Лучше 5 сантиметров спереди, чем 25 сзади. 8 сзади, да? Правил князь главного героя в опасный лес найти магического старца, способного благословить войско на победу. Больше, конечно, похоже на то, что он просто попытался избавиться от Юрия. Но внезапно в лесу действительно был святой старец. Нашли мы его, в принципе, очень просто. Угрозами. За мной аргументы и логика. Вот аргументы, а это логика. Но старец оказался отшельником, и ему как-то плевать на разборки русов против полящеров. Знаешь, что сказал Иисус? Я ко всему готов. Он сказал, не создавай мне тут проблем. И после небольших уговоров... У меня нет выбора! Свету согласился помочь, если Юрий найдет крестик. Правда, для этого пришлось обнюхаться магическими грибами. Ха-ха-ха, обнюхаться крестик. Победить свою злобную польскую сторону. Ведь Юрий в душе хотел предать князе стать богатым полякам. Вот так внезапно без единого на... Ха-ха-ха-ха. ...эмёка до этого. Я-я-я-я-я, гениальный сценарист. И вот, наконец-то, крестик найден. Войско благословлено, и князь может спокойно пойти на Москву. Ну, а Юрию дали недельку отдохнуть дома. Что, в общем-то, еще раз доказывает, что князь просто хотел мягко избавиться от Юрия. А меня... Ты меня не любишь. Приехал... Ха-ха-ха-ха-ха. Тимиральд ты. Мой мы даже попытались образумить отца. Но у него на нас были другие планы. Настоящий мужчина должен посадить сына. В итоге Настя освобождает Юрия. Узнаем, что наш учитель, который всему научил Юрия, настолько нас ненавидит, что хочет убить. Я даже больше скажу. Он нас так ненавидит, что даже не видит перед собой. Ха-ха-ха-ха-ха. Блин. И примерно спустя 30 часов игры Юра наконец-то узнает от служанки, что Настя на самом деле любит его. Она сказал, что любит тебя. Думай, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя. Но саму Настю отец уже увез сватать с поляком в Москву. Поэтому Юрию ничего не оставалось, кроме как объединиться с Киршей и его людьми. и по приколу спалить ее родную деревню священным огнем. Священным? А этот огонь не наносит урон русскому. У нас тут огонь. Приятного отдыха. И пока Кирша сбегал с важными документами для князя, Юрий в одиночку остался сражаться. Там их падит целая орда. Орда. В этот момент я уже хотел просить 60 тысяч лайков и заканчивать видео. Ведь конец игры пахнет близко, как никогда. Конец игры пахнет, говорит. Чем от меня пахнет? Дерьмом. Оказалось, что в этот момент игра разделяется на две сюжетные линии. Поэтому это видео переходит... Так, сейчас секундочку. А, пример. ...переходит на уровень... За 70 тысяч лайков. Мирного решения не будет. И первая концовка начинается, если встать в этой локации, где Юрий может умереть. Ау, вот и... Но в живых остался... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. ...конь, который с этого момента будет разно... Аааах-ха-ха. ...писит все письма. Ровно до наступления ночи. Ведь в черное время суток конь в этой игре почему-то исчезает. Цыганы выиграли коня. Все цызок... И вспомнила душа Юрия долги своем И вернулась в тело свое сгнившее Которое теперь может только ползать Это еще западные эти Релаканты еще специально Игру ругают От тебя просто вот так вот ножки вытирают Вот так, вот так И пополз Юра и с горя утопился Собственно это и была хорошая Вот это хорошо было бы такие вот ролики Показать бы в этом Лучше конечно этого Буджать в Госдуму Показал что они там Типа заказ откуда-то был Ну покажите заказ буджать Расскажите что это неправда Покажите что он врет Плохой нужно будет на протяжении 4 часов Выполнять квесты от князя По примирению войска Ведь только Юрий способен объединить всех вояк И враждующих князей Все это сделано для меня Я такой охрененно важный Я такой охрененно важный Игры была Ирена И здесь я нашел повестку На трон должна сесть женщина Я например По итогу Юрия даже не стал ее убивать Свобода тебе наказание Не, ну ты точно тупой И вот она последняя локация Ура! Я в Москве! Правда это не означает что в Москве Юрию не придется Выслушивать еще 4 часа Обязательных и очень интересных диалогов Параллельно со второстепенным квестом по вызволению целой Москвы Юрий находит время найти Настю Ну нашел и нашел Между ними Чего бить ты? Оказалась целая деревянная дверь Слушай, я тут подумала Погоди ты, не женское это дело Иногда Ну тут вообще никуда без обязательного Часового квеста по поиску циркачей Которые перепрыгнут через забор Рядом с открытой дверью Тупой клоун А финальным боссом внезапно стал Батяня Насти Которого теперь нужно убить У меня есть мечта Я хочу быть правителем всей империи Твоя мечта дерьмо Ну или не убить Видимо за кадром был какой-то важный диалог Ты не злой, ты не злой, ты не злой, ты не злой И вот он финал Где мы сопровождаем нашего князя для последней битвы Еще немного Ну да, тут всего лишь Москва Горит, да я ебанусь с ним Зачем мы всю игру собирали войско и всех мирили? Непонятно Ведь в конце Юри буквально в одиночку всех поляков перебивает В это время наш князь и его армия Вставай, уже пора Еще пять минут ХП, блин Я что-то их смотрел Интересное шоу Жалко, что они, блин Я не знаю, где они Короче, не знаю Я просто телевизор не смотрю Не знаю, где они публикуются А так в открытом доступе их нету Царем по итогу стал пацан Романовых Которого до этого вообще не упоминали Главный герой женился на Насте А мне даже титров не показали Знаешь, чем прекрасен сегодняшний день? Игра закончилась Разочарован ли я, что один из немногих, кто прошел эту игру без пропуска 40-часовых диалогов? А как вы себя чувствовали, если бы 40 часов вам профессионально озвучивали диалоги на унитаз? Театральное образование Ту, коммерсия Мы не экономили на этом Удар страшный выходит Правда Вот тебе крест На что тогда лучше потратить два косаря? Да буквально на все Сейчас все игры В том же стиме Можно купить самая минимальная комиссия через донат Очень сильно И спасибо всем, кто дождал Вот такая вот, друзья, сегодня у нас с вами получилась реакция Понравилось или нет? Напишите комментарии Ставьте лайки Делайте репосты Будьте клевыми Всем пока Делай как по кайфу, родной Только в рамках дозволенного